Ворлд оф воршипс Я вас приветствую и как вы помните в первом фильме члены ОПГ очень боялись того, что сил совокупившись родит на свет осок мужского пола, которая начнет плодиться и размножаться значительно быстрее. Создатели этой франшизы по всей видимости тоже это запомнили и решили на основании этого соорудить сюжет второй части. Поэтому зараженных крыс, заботливо оставленных на случай хорошей кассы, где-то за кадром успокаивает Василий Фетт. А фильм начинается с того, что человечество в очередной раз ногой американца делает еще один огромный шаг уже на поверхности Марса. Видимо инопланетяне, с которыми переписывались ребята из сети, в очередной раз набиваясь в друзья, выслали чертеж звездолета, способного в кратчайшие сроки смотаться до Марса и вернуться обратно. Об этом свидетельствует и то, что промежуток между событиями первого и второго фильма не пролегает пропастью в 10, 20 или 100 лет, а составляет по всей видимости те же три года. Ведь здешние Малдер и Скали ничуть не изменились. Короче, как бы там ни было, американский космический корабль прилетает на Марс, расхерачив всех повстанцев, попавшихся по пути. И привозит на Красную Планету спортивную одежду, еще какую-то херню и очень много запивона, потому что наверняка, если взглянуть на этот корабль с другого бока, там будут цистерны с кое-чем покрепче, на тот случай, если на поверхности окажутся аборигены, не желающие освобождать территорию. Хотя это, конечно, не настолько фантастика. Откуда на Марсе индейцы? Помимо всего прочего, этот корабль привозит еще трех человек, один из которых Патрик Рос, командир экипажа и сын сенатора заодно, высаживается на поверхность, чтобы взять пробы грунта, потому что тупые железяки не могут обойтись без помощи кожаного ублюдка. Ну и чтобы засвидетельствовать такое важное событие. Не во славу одного государства, не во имя одного народа, не во имя одной религии, а во имя всего человечества. Мы воткнем тут флаг США. Ну не было ничего нейтрального. Патрик Рос, командир экипажа, сын сенатора и человек первым, вступивший на Марс. Совершенный герой нашего такого несовершенного времени. Жаль только, что, как и в случае с Луной, произошло это в фантастическом фильме. И да, командир экипажа покидает корабль. Где-то я это уже видел. Пойдете со мной на Кронос. Точно. Может быть это все-таки норма, раз это такая распространенная практика. Еще восемь лет подготовки, и я стану марсианским бурильщиком. Не забудь пройти практику на астероиде, сынок. Сегодня Америка переполнена чувством гордости. Я же говорил им, чтобы они не летали туда. Я же сказал им не летать. И теперь твой лучший друг подушка. Иногда лучше жевать, а не говорить. Впрочем, с ним мы познакомимся поближе чуть позже. Ага. Мало того, что на Марс на выхах смотались, так еще и гравитация на вашем корабле есть. И контейнеры для хранения марсианских образцов надежные. Я очень! Короче, дальше в фильме за пару минут происходит настолько непонятная скомканная мутотень, что поначалу на это как-то даже внимания не обращаешь. Экипаж корабля удобно усаживается в свои креслица и готовится лететь к земле, как будто дорога займет не больше 30 минут, а не 210 дней, как мне подсказывает интернет. За их спинами тем временем размораживается один контейнер, и оттуда вытекает сообразительная сопля. Прыгает на экипаж, и те на 7 минут теряют сознание. Придя в себя, командир говорит следующее. Хьюстон говорит экскершн. У нас были неполадки с высокочастотной антенны, вызвавшие перебои в связи. Я провел небольшие ремонтные работы. Сейчас все в порядке. Эти двое такие, да-да, по-любому все так и было. Конечно, это можно списать на то, что их разум взяла под контроль та сопля. Но, как мы узнаем позже, негр не заразился. Поэтому, командир... Ты втираешь мне какую-то дичь. Нам еще показывают, что в этот момент они все еще висят над Марсом. То есть, до самой Земли открытый контейнер никого не потревожит. Как и на самой Земле, впрочем. Ну, серьезно. Лучше бы они развивали тему с зараженными крысами. Далее, отдел космических, переходим к делам лабораторным. Эксперимент по выявлению уязвимости внеземных существ ставит перед собой одну первостепенную задачу. Оградить землян от космических пришельцев, если они вновь вернутся на Землю. Как вам известно, Ева была воссоздана из замороженного лабораторного эмбриона. Она генетический дубликат оригинала по имени Сил. Да, микробиолог или молекулярный биолог. Короче, Скалли, участвовавшая в событиях первого фильма и повидавшая всякое, теперь работает на правительство. И испытывает всякое химическое оружие, по сути, на клоне сил. Помогите. Лора, прошу тебя. И я бы еще понял, если бы это был какой-нибудь левый персонаж. Но она ведь, по сути, главная героиня, которые по обыкновению наделены гипертрофированным гуманизмом. Она же ее растила, нянчила ляльку, воспитывала, когда та была девочкой. Да, все это длилось недолго. Но в первой части даже Ксавье пустил скупую мужскую слезу. А эта с улыбочкой напускает газку в камеру Евы. И такая, типа, ну понимаешь, мы должны это делать, чтобы, когда прилетят твои сородичи, дать им отворот-поворот. И Ева такая. Естественный отбор знакомо. Я хочу, чтобы ты поняла. Я пошла на это только ради того, чтобы убедиться, что эти эксперименты не причинили тебе вреда. По-моему, это означает, что ты профнепригодна. Ты ведь должна придумать оружие, которое причинит Еве вред. А ты тут занимаешься каким-то бесполезным садизмом. Короче, несмотря ни на что, они лучшие подружки. Тем временем космонавты уже прилетели. Судя по предварительной проверке, вы все находитесь в прекрасной форме. У нас здесь кое-кто очень заинтересован в вашей дальнейшей проверке. Запах свежей письки. Здесь столько аппетитных красоток, что я сразу же вылечусь. Отчего ты вылечишься? Ты космонавт. Ты должен быть здоровее капитана Америки. Вы на карантине, господин Гэмбл. Никакой сексуальной активности в течение 10 дней. Доктор, вы очень последовательны. Еще бы запустили к ним стриптизершу, а потом... А не получится, а не получится. Ля-ля-ля-ля-ля. Командир воздерживаться, естественно, не намерен. И вот уже во время какого-то мероприятия, куда Патрик приехал со своей женщиной, он обжимается с девушкой явно не тяжелого поведения. Буквально в соседней комнате от той, в которой разворачивается основное действие. Наверное, потому что он космонавт и думает, что... В космосе никто не услышит ее стонов. Я должен идти. Короче, беспалевность 40-й левел. В апартаменты Линкольна, наверху. Быстрее. Капитан Росс, все ждут. И с нетерпением хотят узнать, сколько палок вы успели кинуть. Ни одной. Соблюдая предписание врача. Но после мероприятия, он послал свою женщину готовить борщ, сам идет в апартаменты Линкольн. Где? Моя сестра решила к нам присоединиться. Мы с ней делимся абсолютно всем. И из-за того, что Ютуб все сильнее ужесточает свою политику, я не смогу вам показать, как они проводят свое время. Но попытаюсь пересказать. В общем, сначала он достает с неба звезду одной сестре. Потом, когда первая идет скорее рожать в туалет, он доставляет космическое удовольствие второй. В итоге на свет появляются два милых ребеночка. Отнюдь не милым образом. Оставляя после себя две вывернутые наизнанку женщины. Куда Патрик прячет трупы мамаш, большой-большой секрет. Как и то, каким образом он выходит из отеля, незамеченным с двумя детьми. И кто им сшил эти туники? Тоже мне. Отец молодец. Детишек он, в общем, прячет в каком-то сарае. А на следующий день признается отцу, что ему нехорошо. Отец, со мной что-то происходит с тех пор, как я вернулся. Но папаню это все мало волнует. Черт возьми. И в отличие от того трэша, что будет твориться в фильме «Далее», тут разворачивается сильнейшая драма, житейская трагедия, проблема детей и отцов. Чьи амбиции настолько велики и безграничны, что мысли о карьере и успехе их детей вытесняют банальные заботу и любовь. Поэтому еще находящийся в этом теле Патрик не получает от отца помощи. Давай пройдемся по коридору. Кое-кому из моих коллег не терпится получить твой автограф. Может, я им лучшие сигны по почте отправлю. В следующей сцене доктор, проверявший наших космонавтов, замечает неладное с кровью Росса. И звонит в дурку, чтобы пообщаться со своим коллегой. Да, мне очень нужно переговорить с Германом Кромвелем. Нет, он пациент. А вы не могли бы ему передать, что звонил доктор Арински при космическом центре Олдхэм в Мэриленде? Мы с ним когда-то вместе работали. Офигенная идея. Что тут скажешь? Космонавт прилетел с неизвестной херней в крови, сейчас разгуливает на воле, а он первым делом звонит в дурку. И не дозвонившись, не пытается больше никому об этом сообщить. И почему он вообще один там? Трудоголик хренов. Короче, убивает его таинственная рука из-за стены. Убийство доктора неизвестным гибридом не очень удивляет Скалли. Ева не покидала территорию комплекса. Это означает, что на свободе разгуливает еще один гибрид. Вот так просто. С чего начнем его поиски? Предлагаю обычную процедуру расследования. Составить список возможных подозреваемых, а затем взять у них кровь на анализ. И когда только гибриды людей и пришельцев успели стать обыденностью? Зачем тогда вообще был нужен этот нелепый спектакль с Марсом? Фильм мог бы начаться с этого момента и сэкономить нам полчаса времени. На свободе разгуливает еще один гибрид. Свяжитесь с прессом Леноксом. Который умеет стрелять из пистолета и гранатомета. Он же один такой на всю Америку. И пресс, походу, об этом догадывается, а потому начинает ломаться, набивая себе цену. Стране нужна твоя помощь. Только не надо размахивать флагом. Посмотри на меня, пресс. Ты ведь помнишь, как я потерял глаз? Наверное, забыл вытащить ложечку из чашки, когда пил чай. Или кто-нибудь решил лопнуть шарик? Я готов снова пойти на жертву. Но ты, наверное, так и не понял, в чем же смысл жертвы? Я тоже не понял. Впрочем, это не так уж и важно. Потому что фильм, опять-таки, мог бы избавить нас от созерцания этого бесполезного диалога, если бы полковник сразу начал с главного. Миллион долларов. Без налогов. И вот они уже в лаборатории. Пресс и лора не сильно рады друг друга видеть, потому что отношения у них, видимо, не особо задались, и любовь они не построили. И единственное, что им удается делать хорошо вместе, это ловить инопланетян. К чему они и приступают. Правда, на этот раз без экстрасенса, потому что при его вербовке приключился казус. Для важного правительственного задания требуется экстрасенс. И как нам стало известно, вы обладаете всеми необходимыми навыками и умениями. Сейчас постучат. Куда постучат? Здесь нет дверей. Я же говорил. Это ко мне. Мне нужно идти. По всей видимости, на этот раз придется обойтись без экстрасенса. Я проверил телефонные разговоры доктора Алински, и вот куда он звонил в последний раз. Хорошо, что хоть кто-то умеет проверять телефонные разговоры. Не зря же тебе миллион долларов платят. Короче, они приезжают в психиатрическую клинику, чтобы взять интервью у Кромвеля, который говорит им, что занимался исследованием некоего марсианского метеорита. Ископаемые, обнаруженные в метеорите, убедили нас, что на Марсе возможна жизнь. Но эти ископаемые не имели ничего общего с земными органическими существами. Согласно моей теории, космические пришельцы побывали на Марсе около миллиарда лет назад. Эти пришельцы были подобны чуме или раку. Они превратили цветущую планету с реками, океанами и растительностью в мертвую груду камней. Уже только за эти сказки можно было упрятать тебя в психушку. Профессор, а что вы можете сказать, взглянув на этот метеорит? Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике, звёздные войны. В общем, после разговора с этим сказочником, они решают взять анализ крови у тех трёх космонавтов. Известно, что после всех межпланетных экспедиций устанавливается 10-дневный карантин на сексуальные контакты. После всех межпланетных экспедиций? Я что, «Звёздный путь» смотрю? Это вам не секретные материалы. В своих предположениях вы исходите из информации, полученной от дипломированного сумасшедшего. Как бы мне уговорить полковника? Сказать ему, что над человечеством нависла угроза вымирания? Нет. Слишком пресно. Сказать, что будущее Земли в опасности? Нет. Слишком банально. А что если… Они могут затрахать всё человечество до полного уничтожения. Начните проверку с Патрика. Получив зелёный свет, они сразу едут на квартиру к Патрику. Тут прекрасно всё. И спец, держащий пистолет, как пьяный ниггер, приехавший разбираться со своей мамашей. И то, что следом за ним заходит микробиолог, а не агенты, которые всей ватагой прикрывают тылы. И то, что в доме, в котором никого нет, во всех комнатах горит свет. Куда он делся? Может быть, проверите, где он пользовался кредитной карточкой? Поехали, найдём остальных. Патрик же тем временем гостит у своей подруги, которая, по всей видимости, была ему верна в его отсутствие. Нам надо притормозить. Но нет, только не сегодня. Перестань, Мелисса. Я неважно себя чувствую. А потому рвёт и мечет, несмотря на его плохое самочувствие. Оставшиеся космонавты тоже радуются окончанию карантина. Негр не успевает состыковаться, хоть и сильно торопится. А вот третий член экипажа буквально разрывается на части от полученного удовольствия. Негра, кстати, пакуют без участия нашего дуэта. Интересно, что им помешало отправить одновременно три группы? По группе на каждого астронавта. Того, глядишь, и этих двоих бы спасли. Я требую объяснений. Результаты анализа поступят через несколько минут. Раньше на это не было времени. Все были чрезвычайно заняты. Даже у компьютера не было двух лишних минут. А к чему вся эта охрана? Что здесь происходит? Это делается в целях предесторожности. Чтобы я ненароком не отрезал тебе ухо. Что вы можете рассказать о тех семи минутах, когда экскуршн потерял связь с Землей? Я ничего не помню. А мы тут все думали, вы там антенну чинили. Разве нет? Не знаю, терял ли я сознание, но я ничего не помню. И что, вас по поводу этого инцидента не допрашивали? Уверен, что некоторым моим зрителям их родители устраивают жестче допросы после каждого возвращения из школы, чем этим космонавтам. Которым телок показали и отпустили на все четыре стороны. Компьютер говорит, все в норме. Поезжай домой, отдохни. Запиши еще один рэп-альбом, поиграй в баскетбол. В общем, отпускают Денниса. Так его зовут, кстати. И даже не организовывают за ним слежку, потому что... Ты случайно не знаешь, где сейчас Патрик рос? Нет. Если встретишься с ним, сообщи нам, ладно? Договорились? Все, он связан по рукам и ногам данным вам обещанием. И ни за что не поедет утром к Патрику, потому что на самом деле знает, где он. Патрик же, проснувшись утром, видит, что в очередной раз стал отцом-одиночкой. И не готовый с этим мириться, предусмотрительно выходит на балкон и... Ееееее! И я больше чем уверен, что если бы не отрастание башки, то большинство посмотревших этот фильм забыли бы о нем сразу после просмотра. По крайней мере, у меня в памяти он отпечатался благодаря именно этому фрагменту. Сейчас он, конечно, выглядит убого, но на момент выхода фильма... ...то настоящим прорывом в области медицины. И будем считать, что совершенно случайно, во время пробежки или сбора грибов, Деннис становится свидетелем того, как Патрик умирает. А в его теле остается только пришелец. Деннис быстрее бежит рассказывать об увиденном ловцам инопланетян. И как-то вот так становится членом их ОПГ. И вместе с ними начинает участвовать в расследовании. Как бы там ни было, эта часть продержалась почти час без бесполезного негра. Хотя нет, он, конечно, в дальнейшем пригодится. Но ни на поиски, ни на поимку Патрика он никак не повлияет. Мои ребята повсюду ищут этого парня, везде, где он может быть. Рано или поздно мы его найдем. Это ведь так сложно найти известного на всю страну или даже на весь мир человека, который спокойно катается по городу и снимает шлюх, ходит по стрип-барам и снова снимает шлюх. Наверное, проблема вся в том, что он пользуется наличными. Поэтому детектив «Кредитная карта» сидит без дела и ничем не может помочь. 50 наших агентов ищут этого парня. Значит, вы ничего не видели, ничего не слышали и ничего не знаете. Они кончают и уезжают. Понимаете, о чем я? Кончают и уезжают. Кончают и уезжают. Дошло? Да, да, понял. Поехали. Блять. Как этот фрагмент вообще попал в фильм? Такое ощущение, что это какой-то прикол со съемок. И знаете, где он больше уместен? Вот здесь. Джерат, ты смотрел «Без компромиссов», да? Тебе понравилось, да? Тогда тебе и это должно понравиться. Но ведь это вроде как серьезная фантастика про пришельцев, которые... Могут затрахать все человечество до полного уничтожения. Да, черт подери, это серьезно. Я не хочу, чтобы с человечеством случилось это. Они кончают и уезжают. Понимаете, о чем я? Кончают и уезжают. Они в данном случае, это инопланетяне. Или этой сценой они хотели отвлечь внимание зрителя от того, что эти спецы не спросили, на какой машине приезжал Патрик. Даже плащ Коломбо или усы Пуаро быстрее бы раскрыли это дело. К слову, Патрик продолжает успешно клепать детишек и шить им туники. Ну чё, юбать, запивай! Уже прошло два дня, а Ленокс не продвинулся с поисками. А может это потому, что ваши люди не позволяют сделать публичное заявление? Чтобы услышать вопросы местной полиции, на которые не сможем ответить? В общем, они решают привлечь к поиску Патрика Еву. Для этого они облучают ее в циклотроне, чтобы разбудить иноземные гены. Она начинает видеть глазами Патрика. Он едет в машине по маленькой урочке. Который такой весь из себя, естественно, дофига скрытный и пытается не попадаться на глаза людям. Он, так сказать, прячется на видном месте и желает замутить с приличной девушкой. Там, где они обычно ищут член в супермаркете. Ага. Вот этого человека вся королевская конница, вся королевская рать не может найти и поймать. Потому что, как вы сами понимаете... Сложно, сложно, блядь, сложно. Вы не оставите мне свой автограф? Конечно. Сказать по секрету дарли. Космические хлопья напоминают по вкусу собачье дерьмо. Согласитесь, это не совсем то, что ты рассчитываешь услышать от человека, побывавшего на Марсе. Какой ряд? Хлопья! Быстрее, праздник. Осторожней. Где эти чертовы хлопья? Да, мне тоже иногда кажется, что пока не начнёшь угрожать оружием, работники магазина не покажут тебе, где эти грёбаные хлопья. Короче, Патрик покидает магазин и прячется в фургоне. Ева почему-то не может этого сказать. Она включает экстрасенса. Он пытается её изнасиловать. А мы тут думали, он на ней жениться собрался. Но тут он начинает чувствовать Еву. Ева. Патрик. И сдаётся. Тебе надо сделать анализы. Конечно. Почему бы и нет? Нет. 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 Это не выглядит странным и подозрительным. Везите его в лабораторию, где содержится Ева. В лаборатории Патрик, естественно, устраивает дебош, но ничего не добившись, убегает. Потому что со времён первой части система безопасности всё так же плоха. Хотя они, конечно, исправили баг с дверью, и выйти теперь можно только через ворота. Смешарик, наконец, решает поведать сенатору правду про его сына. И тот спешит напоследок стать хорошим отцом. Они здесь тебя ни за что не найдут. Эта собственность зарегистрирована на имя твоей матери. 50 наших агентов ищут этого парня. И безрезультатно. И мне кажется, что они не могут его найти, потому что ищут на дне океана. Раз до сих пор не додумались проверить собственность, зарегистрированную на имя его матери. И так как то, что было Патриком, уже давно разметало картечку по лесу, его батя получает щупальцев брюха. После чего псевдопатрик идёт готовиться к совершеннолетию своих отпрысков. Ещё бы перекрестил, благословил и свечки на тортике дал задуть. Чё за бред? Тем временем ОПГ приходит к выводу, что раз у Денниса есть некое заболевание, из-за которого он не заразился инопланетянином, то из его крови можно сделать токсин, который, правда, никто не проверял и не факт, что он будет работать. Я использовала кровь Денниса для основы этого токсина. Конечно, у меня нет уверенности, что он подействует. Ведь сжечь напалмом этот сарай не входит в список вариантов. Этого списка вообще нет. Потому что они до сих пор не знают, где этот сарай, ведь Ева больше не хочет им помогать. Мам, опять нужна твоя помощь, чтобы найти Патрика. Извини, Лора, я не могу этого сделать. Я Джаггернаут, тварь! Снаружи её уже встречают градом пули, но ей как-то пофигу. Она едет к Патрику и тем самым приводит к нему ОПГ и всех-всех-всех. Включая полковника, который, сидя в вертолёте, делает себе маникюр. Чё-то фильм окончательно еб***нулся. Ты ведь помнишь, как я потерял глаз? Капитан, не впутывайтесь, не хочу вмешиваться в их возню раньше времени. М**ть, я воткнул пилку для ногтей себе в глаз! Here we are! Лопата! Шобл! Троид, ты уже заеб***лся своей лопатой? Так как время не ждёт, Ева и Патрик скорее принимаются друг друга любить. Несмотря на то, что детишек Патрика уже вовсю обрабатывают токсином. Пресс находит самозабвенно занимающихся под балдахином сексом Еву и Патрика. Ева, отойди в сторону! Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! Это из-за тебя он убьёт Марту! Ева! В общем, Лора взывает к Еве. Ева, я знаю, что ты внутри, помоги нам, пожалуйста! У той внезапно человечность берёт верх над инопланетными гормонами. Она начинает сопротивляться Патрику, за что он её убивает, просунув что-то в рот. Затем начинает домогаться до Лоры. Но пресс спасает ситуацию и приносит чёрного в жертву, насадив его на вилы. Конец. Ладно, не конец. Испачкав вилы кровью Денниса, он кидает их в Патрика. И тот благополучно скопычивается. И, в общем-то, всё. Еву укладывают в военную машину скорой помощи, в которой сидит кошка, детёныш, слон, физрук и Фредди Крюгер. Пишите в комментариях, кого бы вы ещё хотели увидеть в этой военной скорой помощи. И напоследок выясняется, что Патрик был скорострел. Нет. Пуешь мать. Приснится же такое. Что ж, если первый фильм ещё хоть как-то пытался быть серьёзным сайфаем, то второй это просто набор несуразностей, который запоминается исключительно только благодаря первой сцене совокупления, отстрелу головы с последующим её отрастанием и финальной разборке. И, похоже, даже режиссёр понимал, что он снимает какой-то трэш, поэтому и оставил своего рода пасхалки, по которым можно определить его отношение к этой картине. Персонажи стали ещё бестолковее и бесполезнее. Астронавт, который вдруг начинает гоняться за инопланетянином, полковник, который делает маникюр в вертолёте. Даже Наташка на этот раз невзрачная. Детективная составляющая так вообще пробила дно. И если в первом фильме они не могли поймать особь, потому что не имели точного её описания, то тут они не могут найти человека, который 10 дней назад вернулся с Марса и чьё лицо изображено на коробке с кукурузными хлопьями, которые на вкус как собачье говно. Это, конечно, объясняется тем, что они вроде как не хотели подвергать огласке всю эту ситуацию, но знаете ли, эти грабли мы уже видели в первой части. Из плюсов, я думаю, можно выделить техническую составляющую фильма. Для своего времени он выглядел довольно зрелищно, хотя для сиквела в нём было как-то маловато этих самых зрелищ. Актёр, исполнивший роль Патрика, в общем-то неплох. В нём прослеживается что-то инопланетное, и он слегка напоминает Т-1000 из второго Терминатора. Ну и тема отцов и детей, мной уже озвученная. Если её подметить и прочувствовать, то она может тронуть за живое. Вот, пожалуй, и всё. А теперь, если вы ещё не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, нажимайте колокольчик, ведь ещё будут обзоры на две оставшиеся части и многие другие обзоры. Обязательно посмотрите предыдущие выпуски, если пропустили, поставьте лайк этому и оставьте свой комментарий, ведь я их читаю и иногда нахожу среди них полезные, интересные или смешные. Ну и я до сих пор жду вас на своём живом канале и на Твиче, где три раза в неделю проходят стримы. Ссылки на них в описании под этим видео. Пока-пока.